Да, конечно, это колесо ему очень понравилось. Он там тут прям ходит. Я никогда не думала, что попугаем может понравиться это колесо. Я его просто повесила. Мне, короче, некуда было его девать. Оно новое было. Я его покупала крысам. Так и крысам, ну, как-то клеткам была не очень большая. Поэтому колесо в неё не влезло. И оно у меня лежало. Потом я когда купила волнистых, я повесила вот его сюда. Просто думала, ну, мало ли вдруг там будут здесь прятаться. А они вообще вот ходят тут лапками своими, крутят его. Очень интересно. Не только мальчик, а девочки тоже в нём тусуются. Короче, можно и птицам такие колеса покупать. Не только крысам и хомякам. Привет. Показываю, как я вывожу птицы с карантином. Вот они у меня уже почти месяц тут. Волнистики, которых я купила в отдельном вольере, в отдельной комнате. И сюда вот сегодня я подсадила двух птенцов карел. Могла, конечно, одного подсадить, но я увидела, что птицы здоровые, вот эти вот красавцы. Вот. Мне кажется, что всё будет хорошо. И одному карелёнку будет скучно. Вот. Так я, по крайней мере, буду знать, что на самом деле всё хорошо. Вот они ещё тут посидят с ними. Тогда можно будет перевозить ещё эту клетку в другую комнату, чтобы все птицы были в одном месте. Потому что, конечно, везде убирать это очень. Меня не прикалывает. Но хочу сказать, что этот волнистик, этот вот волнистик, мальчик, он такой наглый. Он гоняет этих больших птенцов карел. Прям деловой такой. Ему это колесо понравилось. Ну, не только ему, ещё вот девочкам тоже понравилось. Особенно малышке. Короче говоря, будет строиться тут всех. Я смотрю, что карелы забились.